В Атерау за один день 40 сотрудников завода остались без работы. Сотрудники компании Атерау Нефтемаш пытались донести свои требования до руководства, но в итоге не смогли попасть на производство. Ранее нефтяники жаловались на уменьшение заработной платы с каждым месяцем. Подробнее в следующем материале. Это работники завода по изготовлению нефтяных машин. Люди, добросовестно выполняющие свою работу, стали замечать, что зарплата с каждым месяцем уменьшается. Оказалось, что на предприятии с начала текущего года порядок оплаты труда изменился не в пользу сотрудников. Впоследствии у них уменьшилась заработная плата. «На выполнение плана дают один месяц. Мы должны выполнить определенную работу в этот срок. В противном случае получаем меньше денег. Поэтому приходится работать с 8 утра до 8 вечера без перерыва. Сейчас мы получаем около 100 тысяч тенге». Завод от Раунефтемаш не имеет аналогов. В стране, несмотря на это, условия труда оставляют желать лучшего, говорят работники. Несвоевременная выплата зарплаты, отсутствие медицинской страховки и пенсионных отчислений беспокоят сотрудников. На просьбы изменить ситуацию руководство никак не реагирует. «Вместе с нами работают иностранные граждане. Чем они лучше наших ребят? Выполняем одинаковую работу. Однако они получают в 3-4 раза больше». 40 работников завода, которые обратились в прокуратуру с жалобами, руководство предприятия не впустило на работу. Трудовая инспекция касательно данного вопроса заявила, что действия руководства этого учреждения незаконны. А генеральный директор завода от Раунефтемаш признает, что все эти вопросы существуют. Однако в компании не хватает финансов. «На сегодня я не доплатил, завод не доплатил, 20% от февральской зарплаты. Ну, мартовскую еще рано. Нет денег. Вот именно поэтому внедряются различные методы, ищутся способы. У меня варианта два. Либо сократить часть людей и за счет этого производить людям доплату за невыполненный объем. Либо применить вот такой дифференциальный метод оплаты, который позволяет тот, кто больше делает, больше получать». К слову, по причине задержки заработной платы компания ранее привлекалась к ответственности в виде штрафа в размере 150 МРП. Теперь трудовая инспекция намерена организовать комиссию и проверить учреждение еще раз.